В 2023 году надводные силы ВМФ России получили 6 боевых кораблей водоизмещением свыше 500 тонн. С 2014 года состав военно-морского флота России вошли 42 боевых корабля с полным водоизмещением свыше 500 тонн. В состав флота вошли различные типы кораблей. Проект 12700 Александрит, корабль противоминной обороны Тральщик. В состав флота вошли 8 Тральщиков Александрит. 22800 Каракурт. Малый ракетный корабль, предназначенный для действий в открытом море. Флот пополнился. Четырьмя МРК Каракурт. 21631 Буян-М. Малый ракетный корабль класса река-море. Способен передвигаться по рекам. Флот получил 11 МРК Буян-М. Проект 22160. Патрульный корабль для действий в дальней морской зоне. Флот получил 4 патрульных корабля данного проекта. Проект 2380-385. Многоцелевой корвет ближней морской зоны. С 2014 года в состав флота вошли 6 корветов 2380 и 1 корвет 2385. Проект 11356. Многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Флот получил 3 фрегата 11356. Проект 22350. Многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Носитель гиперзвуковых ракет Циркон. Флот пополнился 3 фрегатами 22350. Проект 11711. Большой десантный корабль. Флот получил 2 БДК 11711. Общее водоизмещение боевых кораблей, вошедших в состав военно-морского флота с 2014 года, составило около 85 тысяч тонн. Друзья, не забывайте ставить классы и писать комментарии. Давайте посмотрим на передачу кораблей по годам. В 2014 году флот пополнился первыми МРК «Буян-М». В 2016 флот получил первый тральщик «Александрит». В 2018 флот получил фрегат «Адмирал Горшков». Первый крупный боевой корабль, спроектированный и построенный после распада СССР. В 2020 году был передан головной корвет проекта 2385. В 2021 состав флота вошел Георгий Курбатов, который изначально был первым серийным тральщиком «Александрит». В 2023 флот получил первый фрегат проекта 22350 с российской ГЭУ. Теперь посмотрим на распределение полученных кораблей по флотам. Каспийская флотилия получила три малых ракетных корабля проекта «Буян-М». Черноморский флот получил три фрегата 11356, корвет 2380, четыре патрульных корабля, четыре МРК «Буян-М», один «Каракурт» и три тральщика. ТОВ пополнился четырьмя корветами 2380, одним 2385 и тремя тральщиками «Александрит». Северный флот получил пять самых крупных кораблей, три фрегата типа «Адмирал Горшков» и два БДК 11711. Балтийский флот получил корвет проекта 2380, три МРК «Каракурт», четыре «Буян-М» и два тральщика. Строительством боевых кораблей для российского флота занимается 10 верфей. ПСЗ «Янтарь» в Калининграде, «Пелла» в Ленинградской области, «Северная верфь», «Адмиралтейские верфи» и «Средний Невский» в Санкт-Петербурге. ССЗ «Вымпел» в Рыбинске, «Судостроительный завод «Море и залив» в Крыму, «Зеленодольский ССЗ» в Татарстане и «Амурский судостроительный» в Комсомольске-на-Амуре. К началу 2024 года на строительство кораблей 10 проектов действует 18 контрактов. Один контракт на достройку двух экспортных молний. Три контракта на пять тральщиков «Александрит». Три контракта на 16 «Каракуртов» и еще один был расторгнут. Один контракт на три «Буяна-М». Один контракт на пять патрульных кораблей «22-160». Три контракта на четыре «Карветта-2380» и шесть «Карветтов-2385». Возможно, существует четвертый контракт на два «Карветта-2380» и два «385» с «Северной верфью». Контракт на «Карветт-2386» не учитываем, так как он может стать опытным судном и не войти в боевой состав ВМФ России. Три контракта на девять «Фрегатов» типа «Адмирал Горшков». Один контракт на пару патрульных кораблей типа «Арктика». Один на вторую пару «БДК-11711». И, наконец, один контракт на два «УДК» типа «Иван-Рогов». Теперь подведем итоги. За десять лет в состав ВМФ России вошли 42 боевых корабля общим полным водоизмещением почти 85 тысяч тонн. На начало 2024 года 10 кораблей спущены на воду, 30 кораблей находятся на разных стадиях строительства, и еще два корабля готовятся к закладке. Друзья, теперь все ролики доступны и на Рутубе. Не забывайте ставить классы и писать комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok